Спонсор показа Лол Стим.нет. Это форум, на котором проводятся регулярные раздачи Steam и Origin аккаунта с большим количеством игр, частые конкурсы от администрации, постоянные раздачи схем на ставки и различные способы заработка, в том числе используя социальную инженерию в реальной жизни. Ссылка в описании. Вот это обычный Wi-Fi модуль. А вот это то, что продается под видом обычного Wi-Fi модуля на Алиэкспрессе. Всем привет, с вами Андер. Вообщем, я сейчас в руках находится очень интересное устройство, построенное на базе модуля ESP8266 и переходника последовательного порта CH340. Казалось бы, это самый обычный Wi-Fi модуль, который можно использовать любителям всяких умных домов и построения всяких таких умных штуковин. Но, друзья, вы же понимаете, что если бы это было обычным Wi-Fi модулем, я бы не стал записывать этот ролик. И, кстати, вот он, самый обычный модуль. А вот это, это не обычный модуль. В общем, эту штуку я буду называть ESP-шка в честь названия этого Wi-Fi модуля. А суть сегодняшнего ролика об этом устройстве заключается в том, что я нашел очень интересное программное обеспечение для этого устройства, которое может превратить его из простого Wi-Fi модуля в полноценный Wi-Fi джаммер, то есть глушилку Wi-Fi сигнала на частоте 2,4 ГГц. Но поскольку законодательством большинства стран запрещено глушить какие-либо радиодиапазоны, об этом я, пожалуй, тоже помолчу. А именно сегодня речь пойдет о деаутентификации клиентов при помощи вот этого вот замечательного устройства. Я уже снимал ролик о том, как прекращал очень громкое торжество своих соседей. Так вот, там я как раз и использовал принцип деаутентификации клиента. Одного клиента. Это когда мы отправляем на точку доступа фреймы деаутентификации, которые заставляют отключиться одного или всех клиентов от сети. И пока мы отправляем эти пакеты, настоящий клиент не сможет подключиться. Это если вкратце. Надеюсь, вы не запутались. Итак, сами модули на Алиэкспрессе стоят буквально 2-3 доллара, но друг от друга они отличаются, причем сильно. Есть с дисплеями, есть без дисплеев. В общем, самые распространенные среди них, это модули со встроенной антенной и без дисплея. Простая антенна имеет широкую диаграмму направленности, что с одной стороны хорошо, а с другой стороны как бы и не очень, поскольку слать пакеты во все стороны, например, не всегда уместно. У меня ESP-шка с внешней антенной, и, как правило, они гораздо эффективнее в плане направленности, ведь при помощи направленной антенны можно сконцентрировать весь сигнал именно в одном направлении и увеличить радиус действия этого модуля. В общем, сегодня мы как раз и будем его проверять. Питается он от обычного 5-вольтового USB, и подключить его можно в любой компьютер или зарядное устройство для телефона. Но, друзья мои, если вдруг вам важна портотипность, то вы без каких-либо проблем сможете запитать его и от обычного Powerbank'а, или от любого смартфона с функцией OTG. К счастью, сейчас каждый смартфон поддерживает функцию OTG. Ну так вот, у меня для тестирования есть компьютер, планшет и Android-смартфон. Подключаться к ESP-шке я буду через свой телефон. И сразу после подключения модуля мы увидим, как на нем моргнул светодиод, который означает, что контроллер запустился и в целом готов к работе. Второй индикатор просто показывает нам, что модуль сейчас работает. После подключения питания этот модуль создает точку доступа, через которую мы и будем управлять атаками. Просканировав сети, тут мы можем найти сеть ПВНД, или ПАВНД, как там правильно? В общем, неважно. Подключаемся к этой сети и вводим пароль DAUSER. Хотя, все, в принципе, это можно будет сменить в настройках чуть позже. Теперь подключаемся к модулю, как к обычной точке доступа. То есть, в браузере вводим 192.168.4.1. В обычной точке доступа 1.1, а тут 4.1. И видим такой дисклеймер, в котором разработчики немного бомбят по поводу того, что это не джаммер, а именно деутентификатор. И предупреждают нас о том, что это не совсем законно в некоторых случаях. Поэтому, знакомьтесь с дисклеймером, и если вы согласны, то тыкните на кнопку да и согласен. Если нет, то выкиньте нафиг ESP-шку и никогда не пользуйтесь ею. Или смените прошивку. Так вот, подключившись к модулю, мы видим полноценный веб-сервер, который поднят на таком малюсеньком модуле. Очень удивительно. Управление на самом деле очень простое и интуитивно понятно. Теперь можно просканировать все сети. Я никого не буду тревожить и все проведу именно на моей домашней сети. После сканирования выбираем интересующую точку доступа кнопкой Select. И если вы вдруг перепутаете, то просто нажмите The Select и выберите ту, которая вам нужна. Второй пункт сверху это Stations. Если вы хотите произвести атаку на целую сеть, включая всех клиентов, то просто переходите к следующему шагу. А в случае, если вас интересует конкретный клиент, то жмете Start. И вот тут написано, в течение какого времени у нас ESP будет искать всех клиентов ко всем сетям. Пока модуль сканирует клиентов, вы будете отключены от сети, потому что модуль будет занят. Но как только поиск завершится, можно будет снова подключиться. Поиск завершится, можно подключиться. Прям рифма. Сразу же отображается MAC адреса устройств, и мы можем выбрать интересующего нас клиента. Повторюсь, если вы не выберете никакого клиента, то атака будет вестись на Broadcast. То есть наш руковещательный адрес и застронит всех и сразу. Сами атаки находятся в третьем разделе. И первая из них это та самая атака деутентификации. На планшете я сейчас подключился к своей домашней сети, и теперь на телефоне жму Start. И буквально через 5 секунд абсолютно все наши устройства тут же отвалились, включая планшет и компьютер. И пока мы отправляем эти пакеты, к сети ни одно устройство не сможет подключиться. Просто ошибка подключения, и все тут. Больше ничего. А после нескольких неудачных попыток и вовсе появится окно с запросом на ввод нового пароля. Потому что устройство подумает, что это просто-напросто пароль неправильный. К слову, на данный момент защиты от такой атаки не существует. Как только мы атаку прекращаем, устройство снова подключается. Если вдруг нам нужно атаковать конкретного клиента, оставив всех остальных подключенными к сети, мы можем вернуться в раздел Stations и выбрать клиента для целенаправленной атаки. И дальше все по аналогии. Но отключается уже только тот клиент, которого мы и хотели отключить. Я для примера выбрал свой компьютер, и при проведении атаки от моей Wi-Fi сети отключился только он. А все остальные устройства продолжили работу. Вторая атака, атака Beacon. Довольно безобидная. Она просто создает кучу фейковых сетей для того, чтобы окончательно ввести всех вокруг в полнейшее недоумение. Название каждой сети можно придумать свое, так же как и выбрать, будет ли она запаролена или нет. Хотя можно еще круче поступить. Можно просто клонировать выбранную сеть, и ее никто не сможет найти среди других 50 сетей, чтобы к ней подключиться. Весьма крутая штука. Но, помимо этого, можно просто нажать на кнопку «Рандом» и ESP-шка создаст около 50 фейковых, открытых и закрытых точек доступа с рандомными именами. Не знаю почему, но вся вот эта фигня мне напоминает биткоины. Точнее, кошельки для биткоинов. Так вот, у каждой этой сети еще будет разный уровень сигнала. Не знаю, как это реализовывается, но это работает. Причем сеть, которая находится в 50 метрах, может на секунду получить 100% сигнал. Уже почти демонтировав этот ролик в 5 утра, я вдруг обнаружил, что не рассказал вам о третьем типе атаки. Пробреквест. Это еще одна атака, которая явно может подрывать пятую точку тому, кто сидит рядом с вами. Дело в том, что там, короче, очень много теорий, и, если честно, я сам не особо в ней силен. Но, когда мы реализуем атаку типа пробреквест, наш Wi-Fi модель начинает отправлять специализированные пакеты на максимальной мощности. И передаются они на минимальные скорости по всем частотным каналам Wi-Fi диапазона. И на все эти пакеты каждая точка доступа в радиусе действия просто обязана ответить. Но, поскольку пакеты передаются на широковещатели адрес, чтобы их услышали все, да еще и с минимальной скоростью, точка доступа снизит свою общую скорость для того, чтобы ответить нашему модулю. И пока она снижает скорость, это чувствуют абсолютно все пользователи всех сетей. Вот, сейчас вы видите обычные пинки до реализации атаки типа пробреквест. В общем, все стабильнее и относительно неплохо, даже учитывая то, что я пользуюсь беспроводным Wi-Fi с отдаленной пятиэтажки. Ведь мне в деревне никто не хочет провести интернет. Так вот, а сейчас пинки возросли, поскольку я нажал на кнопку включения атаки типа пробреквест. Простыми словами, у всех клиентов просто-напросто возрастут пинги во много-много раз и упадет скорость скачивания, поскольку точка доступа будет работать с нами на той же минимальной скорости, так как этого требует наш Wi-Fi модуль. И, кстати, поэтому при подключении очень древних устройств к вашей сети, многие могут заметить падение общей скорости, ведь точка доступа понижает свою максимальную скорость на ту, с которой работает самое тупое устройство вашей сети. Но, как вы уже, наверное, поняли, друзья мои, это далеко не единственный способ организовать и аутентификацию, ведь существует еще куча других способов это сделать, среди которых, например... Нет, про Wi-Fi киллер я рассказывать не буду, поскольку, по-моему, он уже вообще ни у кого не работает. Но вот Wi-Fi Douser, который есть в стандартном Kali Linux для мобильных телефонов, это очень крутая штука. Но и это еще не все. Короче, потом как-нибудь расскажу, если, конечно, будет кому-нибудь интересно. В общем, друзья мои, этот маленький Wi-Fi модуль определенно заслуживает своего внимания, тем более, учитывая его смешную цену на Алиэкспрессе. Ссылку на него, в общем, вы найдете в описании. Ну, а сейчас у меня появилась такая очень интересная мысль. Дело в том, что у меня завалялся старый Wi-Fi усилитель на 1000 милливатт, и я бы хотел его проверить вместе с вот этим модулем. Я думаю, результат будет крутым, учитывая, что в обычных ноутбуках, телефонах установлены максимум на 30 милливатт усилители Wi-Fi, а там будет 1000. Но я думаю, вы сами решите, стоит мне такой ролик делать или нет. А у меня на сегодня все, друзья мои. Подписывайтесь, пишите кучу комментариев, ставьте лайки этому ролику. И вот вам опять биткоин на удачу. С вами Бландер, всем пока. А именно сегодня речь пойдет о деаутентификации клиентов при помощи вот этого вот замечательного устройства. Продолжение следует...